Нарука Блэйд Пойнт Нарука Блэйд Пойнт Нарука Блэйд Пойнт Этот инструмент можно использовать для выделения и захвата врагов, а также для быстрого бегства, если битва идет не по вашему сценарию. Двигаясь дальше, есть 7 героев на выбор, каждый со своей уникальной историей, навыками и конечными ходами, которые помогают определить ваш стиль игры. Хотя здесь всего 7 персонажей, каждый из них выделяется. Есть надежный экран модификации персонажа, где вы даже можете загрузить фотографию своего собственного лица для получения некоторых ужасающих результатов. Игра в трио одного и того же персонажа может привести к появлению трех совершенно разных версий этого персонажа. Каждый персонаж может использовать любое оружие, доступное на полях. Главное оружие — это хенджалы, длинные мечи, большие мечи и копья. У каждого оружия есть свой собственный уникальный стиль игры и сила атаки. Кроме того, есть специальное оружие, которое позволяет тебе держаться на расстоянии от хаоса ближнего боя. Луки, пистолеты, кушки и арбалеты — все это доступно по всей карте. У оружия есть общие атаки и атаки с 7-ми зарядом, которые могут быть прерваны общими действиями. Контратаки и специальные приемы дополняют эти варианты ближнего боя, создавая стратегический и динамичный игровой процесс. Они также являются внутриигрывыми предметами коллекционирования, такими как SoulJade. Они действуют как бафы для усиления атаки, защиты, а также сопротивления в ближнем бою и на дальнем расстоянии. Эти предметы коллекционирования постоянно продаются, и ближе к концу некоторых лучших и самых редких фитовуший приносят большую пользу. Однако в конце раунда все бафы теряются и должны быть восстановлены. Доступны три режима игры. Ты можешь веселиться со своими друзьями или выбрать быструю игру и сразиться с играми онлайн. Быстрые матчи в традиционном режиме королевской битвы, в которой можно играть как в шо, так и в одиночку. Пробный режим Haralds — это королевская битва, но вы можете собрать до шести счастливых два в лобе открытия. Как только они собраны, появляется гигантская драма, и каждый играющий получает сокровище бессмертиру. В этом режиме ты также можешь отслеживать свой глобальный счет и уровень. Наконец-то Blood Dash — это классический смертельный одинок в одиночном режиме, предоставляющий вам неограниченное количество рейсов. Герой с наибольшим количеством убийств выигрывает в этом игровом режиме. У Нарухи есть обширная настройка и доступные приметы коллекционеров. Скины персонажей и оружия, а также экипировка, разблокируются с помощью внутриигровых ежедневных и еженедельных заданий. Как только будет достигнут шестой уровень, огни разблокируются. Эти увеличенные атрибуты помогут тебе соответствовать твоему силе игры. У оружия тоже есть уровни, которые разблокируются. Персонажи фонового рисунка Лориан Кей также разблокируются после достижения определенных уровней. Ящики с добычей, известные как сокровища смертных, можно приобрести после повышения хорща и выполнения игровых заданий. А внутриигровая валюта под названием ТИ используется для разблокировки без смертных сокровища, улучшения символов и некоторых косметических клеток. Точка лезвия на руке оказывается захватывающим многопользовательским хаосом. Игра прекрасна в том смысле, что в нее приятно играть. Однако некоторые аспекты отвлекли от финального опыта. Пользовательский интерфейс и внутриигровое меню было трудно ориентировать с помощью контроля. Предметы на поле могут быть настолько плотно упакованы друг с другом, что становится утомительно пытаться понять, на что ты смотришь. Это часто приводит к тому, что тебе приходится убегать, чтобы бросить предметы в других местах или возвращаться и сортировать их куча. Также было довольно плохое соединение с сервером, которое мешало игровому процессу, когда на Rago Blade Point работает без проблем с производительностью. Это оточенный технический узлом и королевская битва. Его обширные возможности и настройки сделали каждого персонажа уникальным и оставили у меня желание сыграть еще один раунд, чтобы повысить уровень и собрать еще несколько косметических средств. Для тех, кто устал от традиционных королевских сражений в шутерах, на Rago, захватывающая и шумная, остросюжетное направление для этого жанра, Пиксель дает на руки очко клейка 8 из 10. Спасибо, что посмотрел. Пожалуйста, прочтите полный обзор NoCipixel.net, NoCipixel, которыми управляю геймеры. Для автомобилей, чтобы доставать новости, обзоры, предварительный просмотр и многое другое. Пожалуйста, подпишись, чтобы быть в курсе всего нашего будущего контента.